А теперь мы поговорим о том, что такое Node.js. Node.js – это программное средство для выполнения JavaScript. То есть ставится Node.js, и Node.js выполняет JavaScript на сервере, на десктопе, на ноутбуке, на мобильных устройствах и так далее. JavaScript где угодно. Он был создан Райаном Даллом в 2009 году. Что же такое сделал Райан? И почему Node.js, который он сделал, получил такое большое признание? Ведь на самом деле, до Node.js существовали другие попытки сделать то же самое. Node.js создан на основе виртуальной машины V8. Эта виртуальная машина была создана Google для браузера Chrome. И она умеет выполнять JavaScript. Не просто умеет, она делает это очень хорошо. Она выполняет JavaScript быстро. Она поддерживает практически все возможности современного JavaScript, самого современного стандарта, который сейчас принят. Плюс можно при помощи специальных флагов включить возможности будущего стандарта. И кроме того, V8 очень экономно расходует память. Очень хорошо оптимизирована в этом плане. Позволяет профилировать процессор, память, смотреть что происходит. Очень-очень хорошая штука. Альтернативы V8, которые есть, они существуют. Это Rina на основе Java. JavaScript Core, который использует сейчас эти браузеры Safari в MacOS. Windows Scripting Host, который есть в Windows. То есть есть другие способы выполнять JavaScript на сервере. На любом компьютере их можно поставить, но они уступают V8 в скорости, в эффективности расходования памяти. Поэтому V8 в данном случае безусловно плюс. Но V8 это JavaScript. V8 не умеет читать файлы, не умеет работать с сетью и так далее. Поэтому Ryan добавил при помощи специальных библиотек и, конечно же, своего кода, возможности по работе с сетью, с файлами, с потоками вовода-вывода и некоторые другие. То, что получилось в результате, позволяет делать из JavaScript веб-сервер. Что интересного может быть для нас в Node.js как технологии? Почему мы можем захотеть выбрать Node.js? Для этого есть целый ряд причин. Первое, это, конечно же, JavaScript. Если вы хорошо знаете JavaScript, зачем изучать другой язык? Будем использовать его и на клиенте, и на сервере. Из этого вытекает второе. Если на клиенте и на сервере один язык, то мы можем использовать одинаковый код, ту же библиотеку, и на клиенте, и на сервере. Впрочем, на практике это повторное использование весьма ограничено, и оно обычно касается библиотек общего вида, потому что, ну, допустим, у вас есть объект User. Этот объект User в браузере обычно делает одно, использует возможности браузера, а на сервере он обычно делает другое, в том числе работает с базой данных, тут уже вообще другой код. То есть, прям-таки разделяемого кода не так много, но, тем не менее, он есть. Третье, Node.js – это инструмент, который предназначен для решения основных задач, которые перед нами вставит веб-разработка. Хотим работать с базой данных? Легко. Node.js отлично работает с самыми распространенными современными базами данных. Хотим получить низкую уровню доступ к сети? HTTP, HTTPS, TCP, UDP. В Node.js содержится отлично проработанная коллекция модулей. Node.js – это инструмент, который изначально проектировался для решения задач под веб, и в нем очень много для этого сделано. С другой стороны, Node.js, конечно же, не самый лучший, наверное, вариант, если вы хотите создать оконное приложение под Windows, или посчитать число P с точностью до какого-то n-ого знака. В этом случае, наверное, более предпочтительно будут другие инструменты. Node.js – это средство, которое решает основные задачи под веб, и делает это хорошо. Что же оно делает хорошо? Node.js лучше всего себя ведет там, где нужно поддерживать большое количество соединений. Например, это 10 тысяч клиентов в чате одновременно. Или это онлайн-игра, где тоже очень много игроков одновременно подключены и что-то делают. Большое количество соединений и задач – это то, с чем Node.js справляется хорошо. При этом эти задачи не должны быть вычислительными. Хотя, если задачи вычислительные тоже, то в Node.js есть средства для параллелизации, но они не так хорошо проработаны, как на некоторых других платформах. Следующее – это рабочий прототип. На Node.js очень легко создать что-то готовое и заставить это работать, причем работать в том числе под нагрузкой. Когда мы разрабатываем, то современные методики разработки итеративны. То есть мы делаем что-то, оно должно работать, потом мы добавляем к этому фичи, оно опять работает, потом мы добавляем что-то еще и так далее. И на Node.js первый этап проходит очень быстро. А если все в порядке с архитектурой, то и дальше оно отлично расширяется. В Node.js есть очень удобный менеджер пакетов NPM, мы его подробно рассмотрим. И есть очень много готовых пакетов, которые можно поставить и работать с ними. Ну и наконец – сообщество. Есть много-много людей, которые любят Node.js, которые пишут под Node.js, которые поддерживают то, что они сделали под Node.js. Преимущественно, это индивидуальные разработчики или небольшие компании, плюс сообщество. Поэтому такая ситуация складывается, что есть очень много готовых пакетов модулей, которые нужно поставить, и они вместе нормально работают. Для приложений на Node.js совершенно нормально, если оно использует 20, 30, 50, 80 готовых модулей. Такая вот матричная структура получается, когда есть много-много маленьких модулей, которые вместе интегрируются и отлично работают, благодаря тому, что Node.js предоставляет для этого фреймворк.